В Керчи по шоссе Героев Таллинграда строят новый путепровод. Старый аварийный не использовался больше 30 лет. Его решили демонтировать. Новый возведут на его месте. Также будут перенесены все коммуникации. Газопровод, например, почти готов. На данном этапе происходит обратная засыпка газопровода. Значит, выполнили переустройство участка, который попал в зону строительства нового моста. И, в принципе, газопровод на 80% готов. Выполнены строительные монтажные работы. 25 декабря планируем передать документацию на проверку в эксплуатирующую организацию. Работу по строительству путепровода разделили на два этапа. Первый был начат в октябре. Он включает демонтаж старого и подготовку территории. Второй – строительство нового объекта. На данном моменте производится переустройство коммуникации. Это основные работы, которые ведутся сейчас на объекте. Переустройство газопровода, переустройство сети связи, переустройство водопровода. В январе мы приступим к переустройству линии ВЛ-110 кВт. Ну и параллельно, что можем пока, что не мешает старой коммуникации, которая непосредственно находится газ на мосту, производится частичный демонтаж старого путепровода. Строительство объекта позволит исключить пересечение в одном уровне с улицы Буденного железной дороги. По путепроводу можно будет двигаться со скоростью 80 км в час. Я здесь часто бываю в Крыму. Я сам с Краснодара. В командировках уже несколько лет сюда ездил. И вот на этом участке дороги, вот недостроенный мост, там постоянно, постоянные пробки. То есть я думаю, что для местных жителей это будет, конечно, радостная новость, то, что этот мост начали реконструировать. Не обошлось на стройке и без сложностей, и уникальных находок. Болото, грязевой вулкан, в принципе, вот такого плана сложности. И 10 дней назад вот бомбу откопали немецкую. Позвонили в МЧС, приехали бригады, вывезли и все. Второй этап работ планируют начать в августе 2021 года, а завершить летом 2022. На строительство выделили полтора миллиарда рублей. Новый путепровод увеличит пропускную способность дорожной сети. Его протяженность составит 184,5, а ширина 24 метра. Султане Бакал, Рамазан Алевапов, телеканал Милет, Керчь.